Здравствуйте! Команда World House продолжает реализацию проекта загородного жилого дома с цокольным этажом, на котором располагается сауна, комната отдыха и кладовые помещения. Основным первым этажом из керамоблока и просторной мансардой с камином. Общая площадь дома 535 метров квадратных. И сегодня мы приступаем к заливке стен. На данный момент на площадку заказан автобетонный насос и подготовлен к работе. Необходимое количество бетона заказано на заводе и мы ждем его поставки миксерами. Также готова полностью опалубка, которая выставлена, все щиты установлены и зафиксированы. Вы можете обратить внимание, что часть стен, отходящих от основного контура цокольного этажа, до сих пор оставлены без опалубки. Это радиусные стены тамбура на цоколе и лестнице. Так как они достаточно предоемкие в плане монтажа опалубки и требуют очень высокой точности и соответственно больших трудозатрат, их монтаж мы решили вести уже после заливки стен, пока бетон будет стоять в опалубке. И чтобы не терять время и не ждать, пока опалубка будет закончена, мы решили ввести заливку в два этапа. На площадку приехал первый автобетоносмеситель. Он паркуется задом к так называемому принимающему бункеру бетононасоса и начинает сливать бетонную смесь. В то же время насос начинает подачу смеси в опалубку, где бригада бетонщиков уже готова к бетонированию и приему смеси. Заливку стен мы производим послойно с вибрированием, то есть первым этапом происходит заливка нижнего слоя или так называемого первого яруса по всему периметру на высоту примерно 1000-1300 миллиметров. Субтитры сделал DimaTorzok Параллельно заливке первого яруса мы начинаем его вибрирование с помощью глубинного вибратора. Этот процесс увеличивает силу сцепления арматуры и бетонной смеси. Таким образом мы получаем более целостную и прочную монолитную конструкцию. Принцип работы вибратора в том, что он производит удаление всех пор воздуха в смеси и если не производить вибрирование, то бетонная поверхность получится рыхлой, неустойчивой к вибрации, нагрузкам и перепадам температурного режима. В процессе применения глубинного вибратора происходит механическое колебание вибро-наконечника. Таким образом бетонная смесь заполняет все поры и пустоты, а также углы опалубки. Заливка послойно происходит именно из-за того, что каждый слой необходимо тщательно провибрировать. И если вылить сразу всю бетонную смесь в опалубку на всю высоту стены, мы не сможем хорошо провибрировать всю толщу бетона. Это отрицательно скажется на качестве работ. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. А мы не торопимся и делаем все по технологии. После того, как первый залитый слой полностью провибрирован по всему периметру, можно приступать к заливке второго слоя и заключительному вибрированию. Смесь доливается не до самого конца опалубки, а до необходимой проектной отметки. И выпуска арматуры оставлен специально. К ним будет вязаться арматурный каркас плиты перекрытия над цокольным этажом. Кстати, послойный способ бетонирования с вибрированием взят не просто так с потолка и придуман не нами. Существуют государственные нормативы. В данном случае это типовая технологическая карта на устройство бетонных стен подвала. Она разработана еще в советское время, в 1989 году. И сейчас существует множество более современных редакций этого документа. Но все основные положения и принципы бетонирования, используемые в наше время, не особо изменились за последние 30 лет. И такой способ бетонирования как раз таки и рекомендует эта технологическая карта. Подобные технологические карты существуют практически на все основные виды строительно-монтажных работ. И в них достаточно подробно расписывается этапность и принцип конкретной работы. Итак, сегодня мы закончили бетонирование стен цоколя. И сейчас необходимо выдержать технологический перерыв перед тем, чтобы снять опалубку. А завтра можно параллельно продолжать монтаж опалубки радиусных стен, обрамляющих лестницу с цоколя на первый этаж. И на сегодня это все. Если вам понравился сегодняшний выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И если у вас есть какие-то вопросы, можете оставить их в комментариях или звоните нам. Мы всегда рады вам помочь. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!